связь плохая эй ребята вы где да блин ты чё обалдела что ли нифига себе кошка чуть не убила телефон новый старуха ей уже 120 лет моей кошки то есть ей 20 лет по нашему 140 140 лет кошки представляете долгожитель какой так приезжайте в липецк я была кстати в липецке я на что в части коллагена советуете перенимать так есть коллаген можно его и принимать есть глюкозамин хондроитин для суставов после курса можно было с тебе на индивидуально видение можно конечно можно и нужно какой у вас рост 163 ты где в питере привет 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 ты давно в спорте четыре года три года выступаю хожу в зал уже почти 14 лет юлечка привет кошка да кошка давно на пп уже привет привет бца аминки вписываем fat secret ну бы сашки не надо аминки вы можете так прибавлять сколько там аминки грамм вписывайте вписывайте обязательно протеины вписывайте скажите что с тем с чем тренировать какие группы объединить ну я бы тренировала ягодицы отдельно можно ну плюс ноги чуть-чуть пару упражнений на ноги и в тренировку ягодиц плечи например или с руками или заднюю там дельту со спиной переднюю дельту среднюю с грудью или с руками пресс ну то есть верх тела сочетайте как хотите можно спина и грудь например покачать даже вот и низ тела тоже сочетается друг с другом ягодицы передняя поверхность бедра или ягодицы задняя поверхность бедра можете просто прокачать ваши ягодицы и вообще отдельную тренировку сделать на ноги вот я на втором месяце ваш курс по патришам до этого не знала что у меня есть пресс круто это значит что ты соблюдала питание не только тренировки если ты увидела свой пресс как относится диете к какой именно диете не что тебе я дала толчок для старта фитнес-бикини с чего ты начала подробнее пожалуйста вообще все эти истории уже рассказывались я не собиралась выступать я просто делала себе форму мне не нравилось мое отражение в зеркале мы с тренером просто качались просто делали меня лучше а потом тренер посоветовал а давай мы выступим но давай это я уже была с хорошей формой вот мы еще полгода проработали прокачались мы выступили хорошо удачно я на сам большой вес приседа какой берешь берете чаще по моему максимум это было 70 килограммов это наверное два раза в жизни а так в среднем 50 килограммов а сколько грамм белка на килограмм управляешь сейчас около двух граммов сколько доступ видео ваших курсах на время покупки курса на время курса три месяца 90 дней но иногда у меня бывают такие акции что доступ будет навсегда я не вредно ли для фигуры печеньки спорте сколько максимум денег можно съесть слушайте но можно все превратить знаете в неполезную еду если пережрать чего-то слишком много ешьте не каждый день есть раз в неделю два раза в неделю смотря какая у вас форма смотря что в этот день идите еще если один раз есть печеньку в этот день один раз есть творожок в этот день один раз есть орешку в этот день еще что-то там еще и так не получится что увидел весь день и что-то едите один раз в день я на как вы питаетесь можете вкратце рассказать но вкратце это утром омлеты с салатами днем углеводы пару раз или три раза например с овощами я стараюсь углеводы с белками не соединять потому что ну сильно много будет в желудке место занимать перевариваются дольше а вечером салаты белки и овощи белки смысле рыба мясо рыба может быть красная белая и так далее индейка стейк с овощами с салатами зеленью все вот мой рацион вкратце здрасте здрасте что делать при приседе с тяжелым весом если штанга сильно давит на спину и больше спину больно чем ягодицы работают и естественно вес намного меньше чтоб спина не болела и более медленно делаю упражнения чтобы чувствовать чем-то это все делаешь чтобы ты чувствовал только ягодицы и второй момент тебе нужно качать спину дело обязательно подтягивания чтобы ты растягивала позвоночник и закачивала мышцы позвоночник растягиваем и бетонируем себе позвоночник вот а так с этим не шути если ты чувствуешь боль то вообще убери сейчас приседы не делай приседы качай спину отдохни восстановись а потом начинай с весом на половину что ты сейчас делаешь попробую делать в смите приседания когда ты в принципе можешь ноги отвести вперед будет нагрузка исключительно на те мышцы которые тебе нужны не надо будет следить за равновесием и так далее в гаке делай жимы платформу может ли вы себе иногда позволить шуток а ты тренируешь дистанционно фитнес-бикини тренирую только тех девочек которые понимают насколько это ответственно насколько это сложно и что здесь нельзя ныть тут надо иметь стальной характер и любить тренажерный зал и не спрашивать меня можно не сегодня творожок поесть я скажу нет нельзя если после силовых упражнений на другой день болит так чтоб стать трудно это плохо или все окей но в принципе это все окей это значит что ты хорошо потренировалась обычно очень сильно болит через день но у кого-то на следующий день вот но это всегда так не будет это только поначалу когда еще мышцы вот только-только включаются хотя у меня тоже бывает что после длительного перерыва или даже перерыва в одну неделю если пройдет тренировка когда-нибудь очень такая мощная или тренировка на тренажерах других необычных для моих тренировок то я тоже могу почувствовать нормальную боль в мышцах кушайте потом глютамин аминокислоты кушайте мясо рыбу овощи аминокислоты я уже сказала да все чтобы восстанавливать и обязательно отдых минимум три-четыре дня после таких тренировок чтобы отдыхали хотя иногда полезно и немножко снова наполнить эти же мышцы кровью для того чтобы было более быстрое восстановление то есть ничего страшного если быть у вас мышцы еще болят и вы идете на тренировку этой же группы мышц но не на следующий день а допустим через два дня там на 3 например идете тренируетесь наполняете мышцы кровью кровь доставляет ваши мышцы питательные вещества которые вы употребляете до качественные углеводы качественные белки и эта кровь доставляет туда восстановительные питательные элементы для ваших мышц и так восстановление будет быстрее можно просто с утреца напампить мышцу как перейти на пп пару секретов яночка вот говоришь себе я перехожу на пп и переходишь вот и все просто сладости да нет не ем я сладости очень редко вот вчера ела сегодня все больше не буду вы кушайте сладко хоть иногда мы уже вот ответила на вопрос болезни желудком и так далее смысле у меня нету с желудком были проблемы когда я ела все подряд когда мне было не знаю не помню пять лет смысле что много ела арбуз после еды чай там со сладким после еды это жесть как говорит виктория цитурян виктория цитурян говорит свои правильные вещи она тоже прошла через эти все подготовки все организмы разные мы все разные абсолютно у нас разные гормоны и разные ферменты и так далее ну как бы понятное дело для кого-то у кого-то повышенные там кислотность желудке пониженная кислотность и так далее все индивидуально вам может быть не пойдет он какие-то продукты мне пойму не пойдут или наоборот поэтому у всех опыт вот все по-разному происходит перед вакуумом пить воду да нет ну есть только пару глоточков нет можно конечно выпить чуть-чуть воды но если вы там литр выпить это вам вакуум будет просто некомфортно делать можете все это обратно вывалить чтобы очень сильно страдает организм или это все индивидуально ну смотрите вообще соблюдение диеты это не стресс для организма это наоборот оздоравливает ваш организм но конечно же когда мы выходим на сцену мы сливаем так сказать воду да как я вот выше объяснял уже не диуретиками я про себя буду говорить вот конечно это не хорошо для сердца для мышц в том числе потому что они высыхают и когда мы повышаем воду убираем соль сливаем это все и наши минералы и витамины естественно тоже все вымываются из организма это плохо но это ну два дня допустим да вот эти вот соревнования потом снова наполняемся этими всеми веществами надеемся на то что организм быстро восстанавливается естественно и чем больше стартов тем больше вот таких нехороших моментов вот это минусы вот этого спорта но в целом в целом все равно весь этот год я соблюдаю тилету я чувствую только улучшение есть какие-то там нюансы моменты вот недавно мне там была проблемка со спиной где-то там что-то мышца какая-то перетянулась перенапряглась был какой-то спазм я чувствовала боль в пояснице но я быстро с этим делом разобралась я делала каждое утро по 10 минут растяжку прям каждое утро такую на 20 минут где-то упражнения в общем все я убрала это боль и так далее вот но естественно я продолжаю делать эти все растяжки и я понимаю что это очень важно опять таки это все после соревнований было потому что мышцы деревянные как я уже сказала и вот расскажите рецепт вашего утреннего омлета ничего такого особенного например четыре белка два желтка вода соль к могу кабачки добавить например сначала чуть-чуть пожарить кабачков вылить а вот эту всю смесь и все вот весь омлет не на молоке опять придется мне чуть-чуть промотать все это дело тима привет ростов-на-дону привет ваш женский организм не страдает такого количества сушек страдает страдает конечно я же говорю есть свои минусы взаимно я бы так как ты выдерживаешь такой график выступлений турнира я сама не знаю да в общем то как бы может быть и не выдерживаю по форме иногда видно что когда-то и не получается игорь юрьевич говорит достаточно одной тренировки на ноги это действительно достаточно если он вам лично так говорит значит достаточно он говорит это не просто так естественно с пояснениями нужно чтобы все восстанавливалось для девушек в принципе я считаю тут тоже одна тренировка на ноги будет достаточно для проработки если вы хотите форму бикини fit model например если вы хотите выступать там wellness и так далее поди фитнес то тут уже проработка для ног должна быть более такая мощная но если вы только только-только-только начинаете тренировки тогда одной тренировки на ноги будет достаточно я как-то задавала вопрос как убрать складки а если набираем массу можно брать складки под годицами ну как вам сказать можно но это не значит что если вы набираете массу вы должны кушать все подряд это тоже не так набирать массу нужно правильными продуктами точно такой же диета и точно такой же продуктовой корзиной почти как вы на диете только количество этих углеводов у вас будет больше вот и все не надо обжираться всяким сладким для набора массы это бредятина полная что надо набрать массу и жир естественно у вас должно быть достаточное количество углеводов и белков и жиров обязательно чтобы питать ваши мышцы чтобы они у вас не усыхали во время силовых тренировок только лишь и прибавлялись но если вы видите что у вас начинает толстеть увеличиваться жировая прослойка это значит что вы много едите уменьшите на двадцать грамм меньше углеводов или делайте такую периодизацию когда вы едите чуть больше белков и в другие дни вы кушаете чуть больше черт сухое горло чуть больше углеводов вот чтобы не нагружать желудок чтоб не растягивать желудок все я устала моя привет thank you so much и я тебя тоже поздравляю с вашим выступлением вы смотритесь очень очень круто и классно все ребята я сохраняю эфир спасибо вам еще раз за ваши добрые слова за вашу поддержку вообще я улыбаюсь когда вы мне пишите комментарии особенно про выступления не очень приятно поэтому поэтому я с вами общаюсь все всем пока силы воли поменьше молочки овсянки